Из барака в квартиру. К концу года в одном из подъездов нового дома по улице Петрова соседями станут 380 человек. Это жители сразу нескольких ветких домов, включенных в адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программа долгосрочная, финансирование федеральная. Общая стоимость проекта 145 миллионов рублей. В городе Ишкар-Але в ноябре прошлого года принята долгосрочная программа переселения граждан из аварийного жилья. Она рассчитана на 6 лет, до 2025 года. По этой программе в 4 этапа будут переселены почти 600 человек из 63 домов, признанных в установленном порядке аварийными. Напомню, всего в Ишкар-Але насчитывается свыше 2300 многоквартирных жилых домов. Из них около 200 являются фактически аварийными. В перспективе ветхое жилье будет снесено, а к застройке тех территорий, которые освободятся, будет применяться взвешенный подход. Вместо аварийного жилья законодательство на сегодняшний день предписывает, если это программа сноса аварийного ветхого жилья, либо там появляется благоустройство территории, то есть это может быть сквер, парк, что угодно, либо это жилье, которое именно социального назначения, то есть жилье некоммерческого назначения, это самое главное. Пока мы на снесенных площадках не привязываем никаких домов, это диалог с жителями, то есть нужно это будет, у нас новые градостроительные правила появляются на сегодняшний день. Вот собрание депутатов не так давно увеличило, допустим, норматив по парковочному пространству практически в два раза. И это означает, что не везде, где будут снесены дома, есть вообще законодательная возможность что-то новое построить. То есть это мы будем в каждом случае оценивать. Вы видите, что точная застройка в городе, она исключена практически, это на основном контроле городских властей и правительства региона. Добавлю, программу по переселению граждан из аварийного жилфонда реализуют не только в Яшкарале, но и в Звениговском, Медведевском, Советском районах. В целом по республике в ближайшие шесть лет расселят жителей 400 аварийных домов. Общий объем финансирования программы превысит 3,5 миллиарда рублей. Реализация программы находится на постоянном контроле главы МРИЭЛ Александра Евстифеева.